А в Кагалыме 9 мая проведут мотопробег. Он станет альтернативой шествия Бессмертный полк, который отменен в этом году в привычном формате. Для пробега уже все готово. Подробности знает Марина Селезнева. Мотопробег на 9 мая стал уже традиционным для кагалымских байкеров. Готовиться к нему начинают заранее. Ведь для многих это еще и первый выезд на дорогу после долгого перерыва. Чтобы мотопробег стал действительно праздничным, нужно не просто пробудить своих железных коней от зимней спячки, но и внести дополнение в конструкцию своего мотоцикла. Установить флаги. Были сварены флагштоки под крепление. Всего этого сегодня будем первый раз все это примерять, смотреть. В этом году на участие в пробеге заявилось более 20 мотоциклистов. Возможно, будет больше, говорят организаторы. Ведь это станет еще и альтернативной версией Бессмертного полка. Например, Виталий Чернов с собой в пробег возьмет фото своих дедушки и бабушки, которые в свое время дошли до Берлина и сделали там победное фото. Нашим детям, следующим поколениям передать, которые, конечно, уже многие даже не знают, что такое была Великая Отечественная война, что он собой представлял, сколько горя она принесла. Фото планируется разместить на ветровых стеклах и на раме мотоциклов. Такой импровизированный бессмертный полк проедет через весь город. Маршрут уже известен и согласован. Мы двигаемся, вот как здесь у нас расположены маршруты, в виде такой вот восьмерки замысловатой. Потом уходим и где-то в 16.30 возложение цветов. Далее двигаемся в левобережную часть города. Кроме мотоциклов, пробеги примут участие и автомобили. В целях безопасности сопровождать колонну будут сотрудники дорожно-патрульной службы. Марина Селезнева, Тимур Тишков, Олеся Дементьева. Вести Югория. Когалы.